Я даму прямое подтверждение, что блондинки водят хорошо, что прошло уж время заблудений. Цвет волос не значит ничего. Своим участием в конкурсе Ольга разрушает сразу два стереотипа. Девушки, да к тому же блондинки, умеют управлять автомобилем. Чувствую на дороге себя очень хорошо. У меня стаж уже 6,5 лет. Мне очень нравится водить. Я получаю удовольствие от того, что вожу. Я вожу двоих деточек, поэтому я за безопасность на дороге. Они у меня пристегнуты. Лидер молодежного движения Ивана Падила тоже решила принять участие в конкурсе. Для презентации свое авто оформила патриотично, с белорусским флагом и гербом Мозыря. Идея провести конкурс на титул автоледи возникла не спонтанно. Современные барышни – полноправные участники дорожного движения. Сегодня наши девушки продемонстрируют свои автомобили, презентуют их, продемонстрируют, как они умеют парковаться, практику свою покажут нам, теоретические знания проверят. Но я думаю, что самое главное – это получить массу удовольствия, познакомиться между собой, и этот день запомниться им надолго. На Мозырских дорогах гендерное равноправие. Анекдоты про женскую манеру вождения уже не актуальны. Среди злостных нарушителей ПДД доминируют представители сильного пола. Я как начальник ГАИ, прежде всего как водитель, оцениваю женщин. Они такие же участники дорожного движения, как все остальные. Анализируя их поведение на дороге, можно сказать, что они более аккуратные, более сдержанные, более где-то взвешенные при определенных поступках. Да, может быть, в определенной степени где-то медлительные, но это дает свое оправдание. Анна Казакевич – дважды мама. При оформлении своего автомобиля упор сделала на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Я сейчас мама, нахожусь в декретном отпуске, у меня двое деток, поэтому тема пришла, соответственно, сама. Своей оформлением машины я хотела обратить внимание водителей, а также пешеходов на то, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, потому что дорога ошибок не прощает. Анна не прогадала. Презентация вкупе с отличными знаниями ПДД и умением управлять автомобилем принесли ей заветный титул «Автоледи-2016». Нынешний конкурс показал – «Мазырянки» весьма скромны. Только пять участниц. Организаторы оптимизма не теряют. Надеются, что «Автоледи-2017» будет гораздо масштабней. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазырь». Редактор субтитров А.Семкин